Всем доброе утро! И это самое утреннее из детских и самое детское из утренних программ Детские Вести. И я ее ведущий Матвей Пыров. Сегодня мы расскажем, какую маску носит настоящий мужчина, как выбрать кружок и за кого болели наши коллеги на Олимпийских играх. Каждый год 3 воскресенья августа отмечается День Воздушного Флота в России. Наши репортеры исполнили мечту многих мальчишек. Они посидели за штурмом настоящего самолета. Почему люди не летают, как птицы? Потому что сначала мотор нужно запустить. Мы на аэродроме Белый Ключ. Матвей Пыров И это маска для настоящего мужика. Л-29 Л-29 Учебно-боевой реактивный самолет предназначен для первоначального обучения летного состава, которые потом уже в войсках, в военных училищах получат свою основную зону специальность. В мирное время на этом самолете проходят летчики свое первоначальное обучение. Это, так сказать, летающая парта. В военное время данный самолет может использоваться как легкий штурмовик. Поэтому у него полностью имеется прицельный комплекс, а также на него может быть подвешено вооружение. Здесь у нас летает курсант и инструктор. В первом полете ознакомительном. Инструктор сидит в первой кабине, курсант может сидеть во второй. Тогда он просто смотрит, привыкает, вникает в ситуацию. Во всех остальных полетах. Курсант сидит в первой кабине. Ему доступны управления всеми системами. Запуск двигателя, остановка двигателя, руление, маневрирование, учебная и боевая стрельба. Зато в задней кабине у инструктора есть разные интересные штуки, при помощи которых он может давать курсанту разные вводные. Страшно ли вам было летать? Ну, когда был курсантом, было не страшно, потому что было огромное желание научиться летать. Поэтому все мысли были только обычай. Когда стал лодчиком-инструктором, там была профессиональная заинтересованность, поэтому тоже было не очень страшно. Мортовой самописец в самолете, который пишет параметры полета, и который многие называют черным ящиком. На самом деле, как общеизвестно, не совсем ящик, да и не совсем черный. Он оранжевый, как твоя футболка. И представляет собой вот такой ящик, в котором находится бортовой самописец. На предполетной подготовке, вот сюда, пристегивается кассета с фотопленкой, на которой лучики пишут параметры высоту, скорость, обороты двигателя. Тяжелый. Скажите, пожалуйста, а вот сколько раз вы прыгали с парашютом? Точную цифру я не назову, но больше 10 тысяч. Примерно 10 тысяч 400 там с чем-то прыжков. Много. В первый раз вам было очень страшно? Вообще не было страшно в первый раз. Мы-то настолько хорошо подготовились, что мы действовали как автоматы, инструктора. Два месяца упорных тренировок сперва перед первым прыжком. И потом нам главное было не боялись, главное было все правильно сделать. Боялись, чтобы не заругали, что неправильно сделали. Со скольки лет можно прыгать? Это по возрасту. С 14 лет можно самостоятельно прыгать с парашютом. А до 14 можно с кем-то? До 14 можно с тандем-мастером. Что, нужно, чтобы прыгнуть с парашютом? Для начала нужно приехать к нам в аэроклуб, на аэродром сюда, вот как вы сейчас. Здесь подготовиться к прыжку и выполнить прыжок. Это все, нужно желание. В Токио провозились Олимпийские игры. И ребята с разных уголков мира расскажут нам, за кого они болели и какой спорт они выбирают сами. Всем привет! Сегодня я вам буду рассказывать про мой самый любимый вид спорта. Это баскетбол. Мне он очень сильно нравится, потому что я уже знаю много-много приемчиков. Но я не смотрела Олимпийских игр, потому что я отдыхала, но я смотрела очень-очень много людей, как они играют в скидбол, но зато я что-то новым научилась. Сама идея Олимпийских игр заводилась в Древней Греции. И я сам занимаюсь плаванием и гонным спортом. Поэтому на прошедшей Олимпиаде гонный спорт и вызвал у меня интерес. Я играю в бейсбол, волейбол и баскетбол. А я играю в футбол и шаппорт. Мы болели за Канаду в Олимпиаде. Я занимаюсь легкой атлетикой. Это мой самый любимый спорт, потому что я люблю бегать. Я болел за русских спортсменов на Олимпиаде. Я смотрела Олимпиаду по телевизору, потому что на Олимпиаду не пускали зрителей. Я очень люблю смотреть Олимпиаду. Я не болею за страны, я болею за спортсменов. Например, в этот раз я очень переживала с мобилов, из-за того, что я думала, что может быть она не будет выступать. Я люблю смотреть спортивную гимнастику, художественную гимнастику, синхронное плавание и прыжки в воду. А сама я занимаюсь гимнастикой, играю в теннис и в футбол. Я люблю заниматься гидами и разными спортом. И я смотрела Олимпиаду, и я видела то, что гимнастикой победил Израиль. Я очень рада, потому что я сама из Израиля. Я занимаюсь спортом, балетом и плаванием. За Олимпиадой я следила только по медалям. Я хочу на спорт, который называется тайминг-смон. Это китайский вид спорта, и там учатся защищаться. И я болею, и даже в России. Мы любим спортом. Я играю в баскетбол, теннис и плаваю. И в этом году я стала чемпионом школы в плаве и в мужской аппетике. Я играю в баскетбол и теннис, и тоже плаваю. Мы будем нашим дедушкам олимпийским чемпионом. Мы тоже будем олимпийским чемпионом. Страшно сказать, как мало времени осталось до нового учебного года. 1 сентября откроются не только школы, но разные секции и кружки. Мы с коллегами определялись, чем бы интересненьким заняться в этом году. Просто мне мама сказала, что пойдешь на кружок, но я согласилась, потому что я с собой люблю. Ну куда ты еще собираешься ходить, кроме художественной школы? На танцы и к логопеду. Я хочу еще на плавание ходить. Драм-кружок. Кружок по фото. Мне еще и петь охота. Если за парту мы обычно садимся, потому что надо, то кружки и секции – это для души. Там можно заниматься тем, что по-настоящему любишь. Конечно, если ты правильно определился с направлением. А их столько. Экология, хореография, музыка, журналистика, мультипликация, туризм, краеведение, спорт. Куда пойти? Мы для ребят проводим краткосрочные программы. Их небольшое количество часов занятий, этих программ. Но ребята имеют возможность познакомиться и с экологией, и позаниматься в хореографическом объединении. Сходить попеть, заняться спортом, ну и различные виды деятельности. Хорошо, когда есть возможность попробовать и выбрать то, что понравилось тебе самому. Но часто бывает так, что кружки за нас выбирают родители. Ты хочешь рисовать, а они тебя отправляют на плавание. Иногда бывает так, что дети говорят, я туда не пойду, я не хочу. Считаю это тоже неправильным. Для того, чтобы хотеть или не хотеть, нужно обязательно попробовать. Когда ты прикоснулся, попробовал, начал этим заниматься, и ты уже внутренне понял, интересно тебе это или нет. Каждый год у нас в городе и области открывается очень много новых кружков и секций. И вот кажется, что нового можно придумать, например, по экологии или технике. Но оказывается, там столько всего интересного. По технической направленности у нас открывается алгоритмик и программирование, графический дизайн, инженерный дизайн. Также будет мультипликационная студия, образовательная робототехника, выбор велик. По естественной научной направленности в рамках нашей новой структуры, это эко-кампус, где ребята могут заниматься развитием экологического воспитания. У нас будет открыт эко-мониторинг, очень интересное объединение, где дети смогут понять, как же мы должны защищать нашу окружающую среду. И так по каждому направлению. Не один кружок, а сразу множество. Как же во всех них не запутаться? В этом нам поможет навигатор. Это специальный сайт, где есть все-все кружки и секции. Пользоваться им очень просто. Заходите на сайт topobr73.ru и ищите то, что вам интересно. С помощью я тебе говорила про направленности. Вот как раз они у нас все здесь есть. И мы можем какой-нибудь сразу посмотреть, допустим, художественные игры. Театр моды, да. И вот мы видим вообще все-все программы, которые у нас позволяют девочкам заниматься модой. А дальше все просто. Выбирайте нужный возраст, удобное для вас расположение образовательного центра. Они, кстати, есть во всех районах города. И еще определитесь, платно вы будете учиться или на бесплатной основе. Навигатор сам предложит все варианты, которые вам подходят. Ну а дальше вы просто оставляете заявку на кружок. Вот и все. Но если и этой информации вам недостаточно, чтобы решить, какое для себя увлечение выбрать, приходите на дни открытых дверей в начале сентября. Они будут проводиться во всех дворцах и центрах детского творчества. Чем вам запомнилось это лето? Жаркой погодой, наконец-то открывшими лагерями или яркими событиями? Как бы это ни было, согласитесь, лето – это классно. Сегодня лето, никто не учится. Лето мне нравится то, что особо можно, можно, например, ездить, куда-нибудь на пляж купаться, босиком ходить, бабочку обить. И можно в палатах ходить, как я. Можно тогда на речку купаться. Велосипед – вот что значит круто. А ты едешь на рульках, а мы с мамой ходили на мороженое. Зима – это плохо, заболеешь, не будешь тихать. А еще в твоей доме сидишь, а ледвы? Зимой. Лето. Да зимой. Да летом. Ку-ку-ку. Когда было лето, я… А была я не выращиваю. Лето быстро заканчивается. Как это быстро? Да. Зимой долго очень заканчивается. Потому что мне пока еще царя. Ну вот это, вот мне поэтому зимой-то и нравится. Ну что, начинаем обратный отчет. До конца лета осталось всего 17 дней. И надо провести каждый день лета так, чтобы не жалеть обучающих каникул. Я желаю вам хорошего отдыха. Всем удачи. Пока! Ух ты! Ну сегодня и жара. А ведь только август. Эх ты! Этому радоваться надо, что уже август, а такая жара. Ну да, ты права. Пусть лето длится вечность. Ну нет уж, нам с тобой надо скоро в школу. Да и к тому же на следующей неделе будет 24 градуса потельщие. Как всегда, ты права. Но я считаю, что последние недели лета надо провести весело и беззаботно. Верно сказано. Вашими инструкторами по погоде были Варвара Безубенкова и Анастасия Безубенкова. Хорошо вам провести остаток лета. Да!